Все меры поддержки как со стороны краевого бюджета, так и со стороны самих высших учебных заведений направлены на то, чтобы талантливая молодежь оставалась в нашем Красноярском крае и здесь поднимала экономику региона. Более того, предполагается, что дополнительная выплата в размере 5000 рублей в месяц привлечет в Красноярский край абитуриентов из других регионов. Им только нужно выбрать специальность в государственных университетах края, связанную с врачебной деятельностью, педагогикой, культурой, строительством химии или инновациями. Сейчас список включает 80 специальностей и проходит последние стадии согласования. Его обещают опубликовать в ближайшее время. И еще общий балл ЕГЭ по профильным предметам у абитуриента должен составлять не менее 240, а на специальности лесное дело и сельское хозяйство 225. По предварительным подсчетам около 500 первокурсников в этом году будут получать дополнительную выплату. Нам очень важно сконцентрировать в вузах наиболее талантливых школьников из Красноярского края, из регионов Российской Федерации, чтобы создать особые конкурентные преимущества по привлечению наиболее талантливых, одаренных школьников в вузы Красноярского края. Задача привлечь на обучение тех, у кого хорошее знание. И связано это, мне кажется, с очень понятным для всех стремлением. Когда мы идем сами в больницу, мы же хотим попасть к хорошему врачу, а не к троечнику. Когда мы отдаем своего ребенка в школу, мы же хотим, чтобы хороший учитель учил нашего ребенка, а не тот, который перебивался с тройки на тройку и неизвестно, какие знания вложат нашим детям в голову. Выплата 5000 рублей в месяц из краевого бюджета будет осуществляться вплоть до конца третьего курса, если студент будет учиться без троек, а количество отличных оценок будет не меньше половины. Эти ребята, которые поступят к нам в университет, будут получать дополнительную финансовую поддержку. Они ведь должны остаться работать у нас в университете, у нас в крае. Для этого мы должны создавать инфраструктуру, которая будет способна воспринять эти таланты и дать развиваться им дальше. Потому что самое главное ведь не только выучиться в университете, а развитие дальше. ВУЗы заинтересованы в привлечении талантливых абитуриентов и сами создают свои программы поддержки. Так Аэрокосмический университет способствует тому, чтобы успешные студенты получали дополнительные стипендии от предприятий, а в Сибирском федеральном университете оплачивают проезд в Красноярск. Мы начали в прошлом году практиковать выплату за проезд в университет, компенсируя проезд автомобильным, транспортом и железнодорожным. В этом году расширяем до речного и авиатранспорта, в том случае, если иного сообщения нет. По итогам приемной кампании ВУЗы, а также правительство края и депутаты планируют проанализировать результаты мер поддержки и при необходимости скорректировать условия получения дополнительных выплат или стимулирующих компенсаций. Главное, чтобы университеты края наполнились наиболее талантливыми и одаренными студентами. Андрей Стародым, Павел Пателицын. Новости.